МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обеспечение уборочной кампании – задача государственной важности. В этой связи Барановичский городдел по чрезвычайным ситуациям, как в целом и Министерство по чрезвычайным ситуациям, не стоит в стороне от этой проблемы и активно участвует в мероприятиях, прежде всего, по обеспечению сохранности собранного урожая. Ведь от этого зависит не только продовольствие, но и в целом экономическая безопасность государства. В этой связи работниками Барановичского грузчест проведен ряд оперативных мероприятий. Прежде всего, это профилактическая направленность, целью которой было, конечно же, посетить места уборки, хранения урожая, проверить технику зерноуборочную, технику, связанную с перевозкой зерновых культур, для того, чтобы оценить ее состояние и готовность с точки зрения возникновения тех или иных происшествий, пожаров, чрезвычайных ситуаций. Только за последний месяц, в преддверии подготовки, мы проверили 40 комплексов зерносушильных, порядка 75 зерноскладов, 136 комбайнов и 131 автомобили, занятые на уборке. Целью было, это главное, это подсказать, оказать содействие, помочь в устранении недостатков. Такая вот профилактическая задача, над которой мы совместно с руководителями субъектов хозяйственного района и исполнительного комитета работали. Ну и уже в период, в ходе самой уборочной кампании, мы также не стояли в стороне, мы периодически ездили, включая выходные дни и вечернее время, для того, чтобы непосредственно на поле посмотреть, как обеспечивается безопасность работы звеньев зерноуборочной техники. Но скажу, что каждое звено должно быть обеспечено приспособленной техникой для тушения пожара, либо пожарным автомобилем, меры по ликвидации возможных загораний, ведь эта техника очень дорогостоящая и очень ценная. Значит, также мы держали на контроле вопросы, значит, нахождения на связи тех механизаторов, которые дежурили на плугах, чтобы в случае возникновения загораний попытаться, значит, опахать этот участок, это поле, чтобы огонь не распространялся на значительные площади. На сегодняшний момент уборочная кампания завершается, но мы все равно и ежесуточно проводим эту работу для того, чтобы уже в целом выйти на положительный результат без происшествий. Также хотелось бы сказать о том, что мы не только, значит, профилактировали, но и непосредственно участвовали в уборочной кампании. Прежде всего, это по заявкам предприятий обеспечивали прикрытие техники на пожарных автомобилях Барановичского ГРУЧС, и таких автомобилей у нас дежурит на сегодняшний день шесть. Это те наши профессиональные техники, которые находятся в резерве в пожарных частях, пожарных постах, но в эту жаркую пору она тоже на поле вместе с техникой субъектов хозяйствования. Ну и, конечно же, традиционно также наших ребят приглашают на работу в сельскохозяйственные предприятия в качестве комбайнеров, водителей, операторов КЗС. В этом году, значит, у нас работает шесть человек, трое в качестве комбайнеров, один сотрудник работает в качестве помощника комбайнеров, один занят, работает оператором КЗС и один водителем на перевозке зерна. К слову сказать, что наш сотрудник Гладкий Олег Казимирович намолотил на комбайне Джундиру уже около двух тысяч тонн зерновых, Калятка Владимир Владимирович, тысячу тонн в качестве комбайнера работа, и Саванец Игорь Николаевич намолотил тоже тысячу тонн, работая в качестве комбайнера. Я думаю, что это очень хороший результат в этом году, и все наши сотрудники будут поощрены как денежными призами по итогам участия, так и, конечно же, грамотами Брестского областного управления МЧС. Ну и самое главное, это то, что мы сегодня очень оперативно реагируем по всем загораниям и пожарам. К сожалению, 22 июля было загорание КЗС-25 в деревне Свераны, которое было успешно ликвидировано в начальной стадии развития пожара. Но, как всегда, выявляется в процессе уже разбирательство по пожару, было установлено, что имеет место нарушение технологического регламента, нарушение правил пожарной безопасности, прежде всего, обслуживающим персоналам. Так называемый человеческий фактор, который и приводит к возникновению ЧП. Конечно же, в этой связи хотелось бы обратиться к руководителям субъектов хозяйствования. Наших проверок стало значительно меньше. Мы сегодня в основном помогаем выявлять недостатки, помогать их устранить. Но вся ответственность за обеспечение пожарной безопасности в данных условиях ложится прежде всего на руководителей субъектов хозяйственных, структурных подразделений и, в общем-то, на ответственных лиц. Так, того требует закон Республики Беларусь о пожарной безопасности. Я думаю, что все мы вместе обеспечим не только успешное завершение уборочной кампании, но и, конечно же, проведение других сельскохозяйственных работ в осенний период. Редактор субтитров А.Семкин